Гулял, копался в помойке, искал что-то интересное. Ну и случайно, смотрю, стоит корзинка, и рядом лежит, я не знаю, что ли, петух какой-то, какой-то ущербный. Но это было смешно. С этого ущербного петуха и началась история выставки. Молодой человек со странным именем Лёха Г. стал коллекционировать игрушки. Подбирал их на помойке, что-то отдавали друзья. Потом голову одной куклу он переставлял на туловище другой. Игрушки обретали вторую жизнь, а панковый музыкант стал скульптором. Беззаботный, новорождённый Дед Мороз. Ну, не знаю, мне просто понравилось какое-то движение, и была голова Деда Мороза. Я смысла вначале не вкладываю в смысл. В итоге рождались целые арт-объекты со смыслом. Вот жирафа, будто Лёха Г. в разные башмаки высмеивает жертв моды. За полгода экспериментов набралось на целую выставку, которая наглядно показывает. Этот мир автор не воспринимает серьёзно. Даже имя себе взял провокационное. Почему Лёха Г? Ну, пусть люди думают, почему Г? Одни думают, что сами понимаете что, другие думают, не знают, что не думают. Пусть вопросы будут у людей. Провоцируя людей на вопросы, Лёха Г поднимает вопрос потребительства нашего общества. Трэш-арт призывает обратить внимание на то, что творчество приносит гораздо большую радость, чем бесконечные пустые траты на ненужные вещи. И как важно беречь человеческие отношения. Первая мысль у меня была, что это детские впечатления. Ещё когда я ознакомился с автобиографией, мне кажется, что это всё из детства ещё откуда-то идёт. Какое-то мироощущение, наверное, очень сложное. Может, где-то даже слишком. Ну, меня удивило, что вообще такое есть и представляется. И это принимается в обществе, не знаю. Принимает ли общество такое искусство, Лёха Г не сильно беспокоится. Даже самая негативная реакция у него вызовет улыбку и повод для создания нового арт-объекта. Ольга Сумкина, Денис Семисинов, Панорама.